Добрый день, Владыка! Очередная наша встреча. Давайте начнём вот с такого вопроса. С 1 июля начался Петров пост. В чём его особенность, Владыка? Несколько особенностей. Во-первых, считается, это самый древний пост. Даже в Евангелии говорится, что Господь сказал, что придут дни, когда Иисус Христос уже не будет с ними, тогда они будут поститься в те дни. То есть сами апостолы постились, и так вот их ученики. С тех пор, с апостольских времён, этот пост соблюдается. Ну, ещё одна особенность, что он бывает в разной продолжительности. Вот в этом году, с 1 по 12 включительно, то есть в пятницу, праздник апостола Петра и Павла, пост не отменяется, только послабляется, разрешается Риба. Ну и этот пост по традиции церковный не такой строгий, например, как Великий или Успенский пост. В этот пост разрешается суббота, воскресенье, вторник, четверг по уставу церковного Риба. То есть пост, но не такой строгий, как другие посты. 12 июля – день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. А почему они первоверховные? Такой вопрос. Ну, потому что они были такими среди апостолов самыми ревностными и усердными тружениками, с одной стороны, с другой стороны. И как вот дерево в лесу, если высокое, то когда буря, то ему больше всего достается. Тому дереву, которое выше всех. Так и апостолы претерпели очень много испытаний, искушений в своей жизни. И почему еще церковь на них обращает особое внимание, что, допустим, апостол Павел был первоначально гонителем христиан. И даже когда убивали первомученика архидиака, когда Стефана побивали камнями, он одобрял это беззаконие и серег одежды тех, кто побивал первомученика камнями. И потом был таким жестоким гонителем, пока ему сам Христос не явился с неба. От этой славы он ослеп, переосмыслил свою жизнь, свой подход к христианству и стал ревностным проповедником. Так что неоднократно его и камнями побивали, и множество других бед он испытывал. Но Господь его утешал и поддерживал. При жизни еще, во время земной жизни, он был на небе, в Царстве Небесном, в раю был. И сам свидетельствовал, что не видел того глаз, не слышал того уха. Невозможно передать, что человек испытывает в той жизни в Царстве Небесном. То есть человеческим языком это невозможно передать, то то счастье, блаженство, которое люди, подобившиеся Царство Небесное, испытывают. Апостол Петр тоже был как старший среди апостолов в силу своей горячности, ревности, наверное, и возраста. Но у него тоже такое великое испытание, что, хотя он очень любил Господа, но когда взяли Иисуса Христа на страдания, он самодушничал и отрекся от Него, что я не знаю Его. И поэтому оставшийся всю жизнь плакал. Каждое утро, когда петухи пели, пробуждали людей, он вставал и оплакивал свой грех, хотя сам Христос его просил. Почему Церковь обращает на это внимание? Говоря ему, что любому человеку грешному, если он хочет покаяться, есть возможность покаяться. Как и говорят отцы Церкви, что нет грехов непростительных, кроме грехов нераскаянных. Как считаете, Владыка, насколько актуально сегодня послание апостола Петра и Павла, которые ушли в Библию? Ну, вот мы Евангелие называем письмом Бога к людям. А вообще, Священное Писание, особенно Новый Завет, это книга жизни. И даже как косвенное подтверждение этому, нет таких книг, чтобы так на многие языки были сотни или тысячи. Почти на все языки мира переведено Евангелие и послание апостольское. Уже это о многом говорит. Ну и те, кто задумывается над смыслом жизни, люди, способные мыслить, они, конечно, обязательно должны читать и перечитывать эти послания, потому что там даются советы, как жить, чтобы быть счастливым. Нынешний год – год 80-летия освобождения Беларуси от нацистских захватчиков. Как известно, насельник монастыря, отец Митрофан, в годы Великой Отечественной войны, был партизаном, имел государственные награды. Были ли еще среди братьев монастыря ветераны войны? И как отмечается их память? Ну, нужно сказать, что мы молимся о всех погибших, пострадавших в годы войны. И поименно, кого знаем и кого не знаем, есть особая молитва. Где перечисляются все пострадавшие в годы войны, пленения, и в работах тяжких, и кто умер от голода и так далее, и так далее. Ну, еще нужно отметить, что в советское время даже и подписку давали, если шли в монастырь, ну, или устно давали такое обязательство, брали на себя те, кто был партизаном, участвовал, героем войны был, что об этом рассказывать не будут. Ну, то есть, в советское время большая работа велась для того, чтобы священники не были образцом, примером для подражания. Вот. И поэтому все это скрывалось. Только сейчас, по крупицам, мы узнаем. О насельниках я не могу сказать, потому что очень мало сведений сохранилось о них. Но могу вот сказать, что мой духовник, преемник, меня принимал в постриги, отец Кирилл Павлов. Даже ему задавали этот вопрос, правда ли, что он тот Павлов, который защищал дом Павлова. Ну, он так уклончиво отвечал, ну, тогда много Павловых было. То есть, хотя вот кто близко к нему был, к нему, скажем, сподвижники, те утверждали, что это он. Но на той же прессе доказывалось, что это не он, что там другой Павлов и так далее, и так далее. То есть, повторю эту мысль, что все это скрывалось. Но для меня была, допустим, неожиданность, хотя и раньше я знал, что в нашей епархии немало было священников, которые рисковали своей жизнью, лечили партизан, кормили партизан, помогали их, спрятали их. И некоторые были за это и в лагерь смерти, отправлены немцами, и расстреляли некоторые священников. Не только партизанам, но и спасали которых, везли плен в Германию и куда-то еще. То есть, своих прихожан они защищали, рискуя своей жизнью. И недавно я был в Старых Девятковичах, тоже рассказывали о таком священнике, который года войны, рискуя своей жизнью, спасал и помогал, и партизанам. Но что мне больше всего поразило, что они четкий отчет вели, сколько там кому собрали, всем помогли там. И должно было, как говорится, найди немца и все, расстрел. Но невзирая на то, они вот вели учет. Вот это в этом мою голову не укладывается. Но я понимаю, что до революции очень была строжайшая отчетность. И в церковной среде, там, ну, говорится, до малейшего куриного яйца даже писали, сколько курица яиц снесла в отчете. Поэтому, видимо, по привычке, но чтобы вот так вот, так рисковать, и остались вот эти документы мне. Отец Геннадий Логин показывал их. В книге «Загадки слонимских свертей» я тоже рассказываю о некоторых священниках, которые на слоним еще спасали. Ну, повторюсь, я даже вот узнал, узнал буквально перед смертью своей тети, что она скрывала всю жизнь уже, когда, ну, уже помирать, уже, так сказать, не расстреляет, ничего не сделает. Что она маленькой девочкой ходила по железнодорожным путям и считала, сколько немецких этих поездов, эшелонов, вагонов, с чем они. Ну, маленькая девочка, сколько там, 5-7 лет была. И потом все через отца, партизанам передавала. Такие вот, ну, и сколько, я уже, можно сказать, преклонно возрасте узнал об этом. То есть все это скрывалось, ну, в советское время научило людей молчать. Господь попускает людям скорби в виде войн для того, чтобы каялись, потому что либо скорби терпеть, либо каяться. Как вы же такое временно, спрашиваете ли зрители? Вы знаете, вот, недавно читал Евангелие, и там Господь говорит, что, обращаясь к Иерусалиму, избранный такой город, святой город, и таким супреком, что вот, говорит, что я хотел вас, как птица птенцов, собирает под крылья, защитить вас, и вы не захотели. То есть Господь в своих поучениях, наставлениях, приводил такие жизневзятые примеры. Вот, допустим, курица, там, или другая птица, она птенцов, которые только вот еще сродились на свет, еще учатся жить, беззащитные, нужное им тепло, она вот своим теплом согревает и защищает их. И вот так Господь уподобляет себя вот такой птицей, которая готова своих последователей защищать от всех бед и напастей. Ну, что интересно, что эти птенцы могут сидеть под крыльями своей мамы, а могут вылезти, и где-то бродить там, и, кажется, и не слушать маму, и не быть в ней защиты. Так вот, и мы похожи в своей жизни, и когда вот такие испытания наступают, нам надо серьезно задуматься, что мы должны обратиться всем сердцем ко Господу. Хозяин Вселенной, Бог, даже не сам Сатана ничего не может сделать, ни тем более его слуги, бесы, если Господь не попустит. Как в Евангелии утверждают, что даже в бесы не могут свиней войти без разрешения от Бога. То есть, чтобы нам перенести те испытания, которые Господь попустит, в первую очередь нужно помнить, что без Его попущей ничего не случается. Если какая-то беда пришла, то значит это с Его попущения и за что-то нам надо разобраться, чтобы действительно покаяться Господу, попросить прощения и этого больше не делать. Ну и потом, второе, в молитве прибегать ко Господу в всех трудностях своих, испытаниях, искренне молиться, не просто там что-то бубнить, кажется, там заучено, а именно всего сердца просить обращаться к Господу, и Господь будет покрывать, согревать, утешать, помогать, давать силы, перенести. Ну и потом нужно помнить, что скорби или они очищают от грехов, ошибок, которые мы допустили, или из-за скорби Господь, если грехов нет у человека, отдает венец на раду, радость вечная, жизнь вечная. То есть они не то, что бессмысленные, да, они тяжелые, порой невыносимые, но они, к сожалению, к сожалению, Господь попускать, иначе, больше средств нет, на увещевание мы не реагируем. Вот такой вопрос, что значит на Ваш взгляд выражение «не верь себе, пока в гроб не ляжешь»? Ну, чтобы понять эту фразу, действительно выстраданную, вот можно привести пример огород, посадили мне какой-то там свеклу, лук, там, не знаю, капусту, что мы делаем? Маленькие сходы, еще там гелия, гелия, как говорится, проклевываются, мы выпалываем тщательно сорняки. Прошло время, вроде как бы подрастают эти наши культурные насаждения, опять сорняки, откуда они берутся? Мы же их не сеем опять, и причем они с такой силой, мощью вырастают, что если они выпалывают их, опять они забивают, погибнет. Вот так и это Господь не случайно это попустил, нам наглядный пример, чтобы мы свое сердце тоже пропалывали, чтобы мы те сорняки наши, погрешности наши к покаяниям перед Господом и исповедью очищали, иначе добродетели ничего доброго не будет, то есть нельзя думать, что какой-то добродетели посадил, и она сама по себе вырастет, а ты ешь, пьешь, и веселись. То есть нужно проводить внимательную жизнь, молитвы, покаяния, добрых делах, и так до самой смерти, пока уже не созреет плод, чтобы его можно было положить в корзину куда-то место хранения. Так вот, такая аналогия, мне кажется, она поясняет, почему нельзя расслабляться. Постоянно телезрительница спрашивает, как вы относитесь, владыка, к общению людей в интернете, ведь это общение виртуальное. Знаете, я был удивлен, когда мы нынешним экзархом, владыкой Вениамином, летали на Афон, сидишь в аэропорту, пока с одного самолета на другой, и вот молодые люди сидят, человек пять, наверное, на этих лавочках, и между собой общаются в интернете. То есть, они, ну, как вы считаете, нормально, они не могут поговорить друг с другом, они вот общаются в интернете. Это уже период, конечно, все можно испортить, и всего можно пользу извлечь, и даже мы знаем, что змеиные яды используются для того, чтобы тот же радикулит лечить, другие болезни, вот только такой минимальной дозе, так и интернета можно пользоваться, есть новые передачи полезных, но нужно очень и очень осторожно, потому что есть даже такая болезнь, как компьютерная зависимость, ну, а потом еще, когда молодые люди, особенно, вместо того, чтобы физически развиваться, воздухом здоровым дышать, сидят вот часами в какой неподвижной позе, и потом коллегами становятся, да и не только молодые, и дети, и взрослые, и взрослые, и вот это, то есть, это зависимость, это болезнь, вот, поэтому здесь нужно подходить очень и очень осторожно. И вот такой вопрос появился, а почему люди умирают? Ну, Бог создал человека бессмертным, и даже ученые утверждают, что клетки способны восстанавливаться, автоматика человеческого организма, даже тело, очень удивительное, но в связи от того, что произошел сбой, человек приступил закон, установленный Богом, для его жизни, развития, вот это вот сбой системы, и он, как следствие, тело разрушается, душа, конечно, не умирает, смерть для души, это грехи, которые ведут вечные мучения, тело, оно происходит, ну, из-за этого сбоя греха, оно стареет и умирает, но Господь и примеры такие показывал, что он воскрешал мертвых, что это в его власти, и церковь у нас учит, что все мы воскреснем, и тоже апостол Павел, что тела будут духовные, более совершенные, уже не будет такого расстояния идти там пять километров в час, перемещаться, человек будет быстро, на огромное расстояние, и мысли светлые, и знания будут несравнимы по сравнению, способность воспринимать память наша, то есть гораздо более будет тело совершенное, и дух благодатный, и душа тех, кто живет правильно под тем законом, который установил Бог. На мой взгляд, интересный вопрос, как Вы, Владыка, полагаете, куда после смерти может попасть человек, неверующий или иноверец, которые делали добро прожизни? Ну, мы исповедуем, что судить нас будет Иисус Христос, поэтому для нас почему важно Евангелие, что Он сказал, какие Его взгляды, говорится, на жизнь, Его законы, Он говорит, что кто не крестится, кто от водой и духом не возродится, тот не войдет в жизнь вечно. Вот законы, это никто не может отменить, поэтому да, научат отцы церкви, что даже и в аду есть разные степени мучений, как пример, например, святитель Филарет московский, он говорил, что зубная боль это седьмая часть адских мук, то есть в семь раз сильнее, чем зуб болит такой своей, когда сильно он болит, муки в семь раз сильнее, но и зубная боль разная бывает, бывает болит, ноет, да, неприятно как-то там, но терпеть можно, а бывает так болит, что делать ничего не можешь, только бегать вперед и думать только, как избавиться от этой боли, поэтому или конечно никакое добро на бесследно не пройдет, Господь все учитывает, но церковь и сам Христос учит, кто не крестит, тот не войдет в жизнь вечную. Такой вопрос, что делать, если не веришь? Ну вот такие советы дают, и они подтверждаются как самая практика, еще советское время нам советовали преподаватели, давать такой совет, что если в советское время была пропаганда атеизма, что человек серьезно задумывается над смыслом жизни, Господь, если ты есть, откройся мне, попроси Господа искренне, без лукавства, и Господь обязательно даст какой-то знак. Ну а так, если человек не верит, во-первых, не верить вообще это значит не жить. Это действительно человек чему-то должен, во что-то верить, даже атеисты верят, что Бога нет, они верят, доказать они не могут. Это тоже вера своего рода. А если человек не верит, вот родился младенец, не верит своим родителям, ну и что, и пошел в лужу куда-нибудь, в кипяток залез, и все, и конец жизни его. То есть он должен доверять и верить своим родителям, потом учителям, потом более авторитетным, кто для него авторитет, хороший человек, плохой, потом уже набравшись знаний, он уже может делиться, уже верой у него в объеме уменьшается, опыт знания увеличивается. Без верия вообще человек жить не может. Возможно ли стать святым, спрашивает телезритель, будучи некрещенным? И есть ли подобные примеры в истории православия? Ну если бы человек даже спастись мог сам своей силой, то не надо было самому Богу на землю приходить. Не просто там ангел какой-то великой силой, или высший ангел Архангел Херувим Серафим сам Бог должен прийти, чтобы исцелить урочевать человека. Поэтому православие исповедует, что без Христа даже спасение возможно, не то, что стать святым. Ну и святой это тот, кто наполнен благодатью Святого Духа. Как он может быть святым, если он отрицает Святого Духа. Я не понимаю. Почему суждение это грех? Спрашивает телезритель. Ну в первую очередь перейду наверное такую аналогию в больнице у одного глаза болят, другой хромает, третий там что-то желудок больной. Но каждый старается если нормальный человек поможет своему соседу там если слепой подвести его туда к врачу на пункт туалет завести. Если хромой поддержать его, то есть не осуждают его, а помогают. Хотя болезни так как правило следствия наших грехов. Так и в духовной жизни если мы осуждаем кого-то значит мы святые. Вот поэтому и грех. А мы действительно тоже больные. Только у нас другая болезнь если болят ноги плохо или еще что-то какая-то болезнь есть. Поэтому а если человек считает себя здоровым значит не лечится. Иначе он помирает к пришли времени. Поэтому осуждение это грех потому что это неправильное устроение. И вот может быть в продолжении вопроса нужно ли как-то объяснять своему ребенку почему какой-то человек ведет себя невоспитанно в общественных местах не будет ли мое объяснение осуждением. Осуждение оно вот как говорит Ава Дорофей такой учитель церкви что сказать на человека он пьяница или он вор или еще это осуждение. но сказать что человек пьющий человек это несчастный больной и на примере показать что вот к чему пьянство приводит что он может и на луже валяться и захлебнуться может этой лужи и семья несчастная и так далее на примере это нужно обязательно рассказывать и показывать и объяснять что к чему пьянство приводит здесь не осуждение человека а осуждение порока вот а человеку нужно как попавшемуся в виду сочувствовать как христиане молиться Господи помоги такому исправиться дай ему силы выбраться с этого болота если мы не можем советом или чем-то каким-то административным ресурсом или каким-то другим помочь то хотя бы помолиться вот но объяснять обязательно нужно объяснять почему нельзя сидеть часами в том же компьютере что потеряешь зрение здоровье потеряешь и так далее и так далее если не объяснять то ребенок будет невоспитанным вот такой вопрос есть ли особая молитва за здравие родителей и какому святому молиться за родителей ну я могу сказать что есть похлая молитва слов где на всякие случаи жизни и за родителей и за детей поэтому потрудитесь взять нам приобрести можно и своими словами молиться тоже важно чтобы это было возношение ума и сердца к Богу но и сердце было чистое вот чтобы Господь услышал что же дай Бог чтобы действительно родители всегда заботились писать о своих детях о детях о своих родителях Господи благослови отец отец Продолжение следует...